девочки следующая часть нашего урока будет практическая и о чем я хотела на ней сказать в первую очередь о том в каком порядке мы делаем свою роспись вот у меня допустим обложечка у нее круговой узор и эту роспись мы делаем если вот рассматривать что здесь полной половинчатый узор то делаем снизу вверх о вернее не снизу вверх то есть не таким вот образом получается даст не снизу вверх но при этом мы переворачиваем свою заготовку и движемся получается от центра краю если бы допустим у нас это было был полноценный круговой узор то мы бы двигались именно от центра краю в данном случае у нас получается что снизу вверх на перевернув получается идем в таком порядке почему мы так делаем то есть если мы будем расписывать отсюда то есть и оставим руку здесь то есть изначально да там увидите у меня на видео то есть я начинаю таким вот образом заготовочка у меня лежит и потом уже мы переходим когда к этим частям плавно то есть у нас диаметр расширяется и для того чтобы обезопасить нас наш уже нанесенный узор чтобы его не повредить чтобы нам было удобно опять же руки мы двигаем нашу заготовку и уже постепенно переходим то есть к работе со следующей со следующим этапом то есть мы скажу проще то есть мы взяли нашу заготовку положили руку и рука у нас в течение росписи уже то есть мы только отрываем для того чтобы вытереть наш носик либо повернуть заготовку рука у нас как лежала так и лежит вот ее одно положение все остальное то есть мы двигаем в процессе росписи только заготовку так как нам надо и так как рука лежит и чтобы нам не повредить например расписывая здесь нам не повредить то что мы расписали здесь то мы делаем роспись в обратном порядке вот потом еще один из важных моментов что мы пишем справа налево и расписываем мы также справа налево допустим вот я наношу точки скажу по-другому то есть я расписываю справа налево ровно настолько насколько у меня хватает руки дальше я либо двигаю свою заготовку если мне нужно повернуть то я не иду в обратную сторону например у нас есть здесь элемент сейчас я нарисую вам его и здесь вот допустим я уже дальше продолжая не в эту сторону потому что я здесь уже не вижу как у меня ложится носик как у меня встает капли и каплю у меня уже пошли неаккуратные так как вот этот конец вот эта сторона контура она как бы прижимаясь к бумаге скоблит уже по краске поэтому я либо разворачиваю заготовку в этом моменте я либо разворачиваю заготовку либо возвращаясь к началу и продолжаю опять справа налево расписывать следующий момент о чем я хотела рассказать это про элементы элементы точечной росписи какие они вообще есть что есть три элемента это пособие у меня который я делала для детей в кружке для того чтобы заниматься с ними точечной росписью но я его использую она универсальная для взрослых тоже и стандартно что хотела вам показать из три элемента которые мы сегодня будем тренироваться с вами писать это . капля и завиток завиток в нашей обложке не пригодится но я вам все равно покажу особенности выполнения завитка вот и тут про точки точки у нас бывают разных размеров как вы видите располагаются они на разном расстоянии в росписи и за счет этого наша роспись становится читаемая и капли они идут как дополнительный элемент как украшательный точно так же как и завиток и так так чему нам нужно научиться сначала сначала вам нужно научиться делать свою базовую или стандартную точку которая будет получаться только у вас в любом случае то есть и будет она зависеть от того от силы вашего нажима о том как вы держите от контур то есть у меня например стандартная моя базовая . то есть я для себя определила что кончик контура носик вот он сам он круглый и у него достаточно маленький диаметр и то есть выдавливая количество краски которые вот у меня при моем нажатии выходит мне достаточно для того чтобы сделать эту точку я чаще всего для того чтобы делать свои стандартные базовые точки я держу контур под углом 90 градусов то есть и вы также пробуйте то есть у вас может быть . больше может быть меньше потому что все будет зависеть от силы вашего нажима на контур и то есть в принципе ее легко можно научиться если взять за основу диаметр нашего носика вот допустим у меня такие точки если вы будете нажимать более сильно то есть и выдавливать больше большее количество краски возможно у вас будет такое то есть мы когда чем больше вы будете тренироваться делать стандартные точки тем у вас рука как бы на уровне мышечной памяти зафиксирует именно эти движения которые вы делаете для того чтобы делать свою стандартную точку и когда вы научитесь делать эту базовую точку от нее уже и начинаете как бы плясать и уже делать точки меньшего диаметра или точки большего диаметра допустим как мы делаем точку большего диаметра мы ставим контур также под углом 90 градусов надавливая на него чтобы красочка текла и мы постукиваем по поверхности сейчас я приближу то есть я поставила контур под углом 90 градусов и настукивая на поверхность красочку как бы постепенно поднимая контур я делаю точечку большого диаметра так она будет выглядеть профиль конечно когда она высохнет она немножко осядет потому что это все таки у нас не жидкий жемчуг сейчас попробую таким образом он поближе показать таким образом мы как бы наложили красочки и сформировали точечку также от нее делаем точечки поменьше то есть и все это вы фиксируете себе сколько на ваш взгляд требуется вернее каким образом это происходит точнее сказать что происходит с маленькими точками то есть если большие точки мы как бы накладываем и несколько раз нажимаем то маленькие точечки у нас также больше зависит от наклона нашего контура то есть когда я делаю маленькие точки то я уже немного меняю градус наклона контуры и соответственно меняю нажим но при этом я хочу вас предупредить или как бы обезопасить то есть старайтесь так чтобы у вас все-таки были точки они кучки потому что иногда бывает так что вот допустим выдавили какое-то количество краски и положили опять выдавили и положили эту кучку и выдают ее заточку такое вот даже бывает то есть поэтому смотрите чтобы такого не происходило все-таки точечная роспись она и называется точечной росписью именно от того что мы расписываем точками они кучками для этого нужно касаться поверхности все-таки касаться поверхности и именно при прикосновении с поверхностью наша . образуется в основном здесь только вот зависит от прикосновения к поверхности и того количества краски которые вы в этот момент выдавливаете из этого формируется либо отпечаток либо объемная точечка потом сразу у вас может и не получиться допустим вот как у меня вот такой вот сплошной ряд тогда тренируйтесь делать свою стандартную точку то есть сначала на определенном расстоянии для того чтобы они не сливались и посмотрите как у вас при этом ведет себя рука дрожит не дрожит то есть удобно вам неудобно отрабатываете точку на любом расстоянии и уже когда поймете что все у вас вот хорошо я сделал 10 точек у меня они отлично получились начинайте уменьшать расстояние между точками пусть она будет еще будет сохраняться но при этом она уже будет маленькой то есть вот на таком расстоянии уже тоже точечная роспись она начинает читаться и если допустим мы пользуемся жидким контуром который течет и если таким контуром точки нанести более ближе чем вот я сейчас ставлю то они будут сливаться в единую такую линию немного корявую потому что это будет и не линии и не точки и тогда с таким контуром в работе с таким контуром нужно соблюдать хотя бы какое-то минимальное расстояние но соблюдать если у вас контур замечательный как у меня например сейчас и вы видите что он не течет и держит форму то с ним уже тогда продолжается делать точки уже на более близком расстоянии при этом не торопитесь здесь спешка совсем ни к чему потому что если вы начнете спешить то соответственно и рука у вас начнет дергаться и соответственные точки будут получаться разного расстояния со временем когда вы натренируетесь у вас уже это будет все равно все получаться автоматически то есть вы уже даже не будете в голове прокручивать эти мысли что да мне сейчас не надо торопиться как бы мне соблюдать это расстояние то есть вы уже будете брать заготовку видеть и брать те же самые контуры и у вас рука уже сама по себе начнет делать именно так как здесь необходимо еще один момент о котором я хотела сказать что бывает так что вот сейчас я здесь покажу надеюсь получится у меня вот здесь капельки такие круглые у них округлая такая поверхность и когда высохнут они будут очень очень приятными на ощупь но бывает так что делаешь роспись и роспись она как бы колючая покажу вам на одном блокноте если у меня получится вот у меня здесь синий контур может на большом вот на больших точках видите что да вот они как иголочки торчат здесь сейчас видно очень хорошо что эти и белые вот точечки они торчат как иголочки и я просто в интернете видела от некоторых мастеров такие рекомендации которые типа подождите когда высохнет и потом пройдетесь наждачной бумагой и все эти острые носики уберутся они не уберутся ни в коем случае и не нужно винить себя в том что вы плохой мастер и что не можете этого сделать во первых это не ваша вина это вина производители или бывает так что контуры просроченные либо это консистенция краски такова что по-другому на роспись не дает сделать эти колючки убрать и нету возможности потому что как раз как при высыхании она как бы становится резиновая она совсем не не порошковая и поэтому именно поэтому она благодаря своим свойствам держится на стекле и никакой наждачкой это не уберешь не единственное что я для себя сделала после того после росписи когда у меня допустим вот я расписал на этот блокнот у меня в свое пользование я поэтому здесь особо не заморачивалась но я покрываю лаком в несколько слоев и тогда вот эти вот точечки они становятся более гладкими не гладкими хотя вообще по идее точечную роспись покрывать в несколько слоев лаком не рекомендуется потому что тогда лак забивается между точками и как бы он рельеф уже начинает не так проступать как хотелось бы но иногда бывают исключения когда допустим это необходимо и где я использую много слоев лака это например когда я делаю подносы потому что если на подносики будет вот так торчать роспись или вот таким вот образом будут выглядеть жидкий жемчуг которую допустим я нанесла и на него потом кто-то захочет поставить чайник или чашку то согласитесь будет совсем неудобно и тогда и там применяют другие способы для того чтобы этого избежать и не было таких выпуклостей вот штука это следующий элемент который я хотела вам еще показать это капли 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 для того чтобы сделать капли она для себя сама для себя требует тоже много краски и с учетом того что краска быстро засыхает когда вы будете делать капли вы наносите не больше двух-трех там допустим на первых парах объемных точек то есть как я вам объясняла сейчас точно также вы набиваете так как нужно объемная точка сделали несколько точек и потом любым удобным для себя предметом вытягиваете каплю этой середины можно один раз провести можно два то есть если мне требуется вытянут каплю подлиннее то есть я могу несколько раз провести одному месту вытягиваю если коротенькую то достаточно одного раза также я могу подправить и сформировать каплю именно такого внешнего вида как мне надо например могу закруглить вот я наложила кучку сейчас как раз потому что боком держала контур то есть вот этот элемент он вроде и завиток но в то же время этот элемент относится к каплю потому что завиток рисуется по другому я использую для того чтобы вытягивать капли шила ну потому что мне удобно то что у него длинный носик и он такой же острый как иголка и у него есть ручка для того чтобы мне было удобно то есть я вижу кончик носика и при этом я не лезу в роспись и вроде как издалека я делаю тот рисунок который мне необходим что еще можно использовать в качестве того чтобы вытягивать капли можно использовать обычную иголочку с ушком например я использую но вот как раз сразу неудобства ну то есть то что она коротенькая тоненькая и ну хотя шил я купила себе не сразу поэтому первые мои работы которые я делал я везде использовала иголочку либо еще один как инструмент это зубочистка зубочистка конечно лучше и у нее тоже есть острые носики но она деревянные хватает на себя больше красочки то есть подлипает красочки ей нужно приспособиться рисовать вот любое что иголочку что зубочистку что сшила то есть я использую точно так же как контур то есть я сделала вытянула каплю я обязательно вытерла носик также можно делать каплю и самим контуром то есть без использования зубочистки но я этим способом пользуюсь редко потому что ну не особо он мне как бы нравится и чаще всего я делаю в работе капель очень много и для того чтобы не задеть какие-то другие рисунки потому что носик там у контура все же шире чем у иголочки вот поэтому есть риск сейчас вот покажу да даже вот на этой работе допустим если бы я тут захотела контуром провести каплю то у меня бы не получилось это даже если бы я дождалась когда вот эти капли подсохнут и станут твердыми то носиком я бы уже вот в этом месте не смогла провести и сделать тонкую линию поэтому я использую в основном какие-то подручные средства хотя сама по себе капля выглядит контуром точно так же если надо по длиннее то мы вытягиваем по длинной девочки как мы рисуем завиток завиток рисуется в несколько этапов ну вернее если мне нужен просто завиток то я кладу контур носик контура на бумагу и делаю просто завиток и в конце как бы у меня контур отрывается от бумаги то есть на таким вот образом то есть я провела завиток если мне нужно сделать завиток закрученный то он рисуется в несколько этапов то есть я провела вот в этом моменте у меня рука уже то есть вести этот завиток мне уже некомфортно я понимаю что он будет у меня скоблить по бумаге и у меня не получится ровного рисунка но я хочу знаю что внутри мне нужен завиток вот такого диаметра я начинаю с этого момента и присоединяя к тому место где оборвала здесь уже тоже я понимаю что если я поведу то у меня тоже будет скоблить я опять же делаю в несколько этапов этот завиток еще раз повторю посмотрите повнимательнее потом когда будете рисовать вы сами почувствуете то есть я руку она у меня как лежала так и лежит контур у меня находится под углом где-то 45 градусов я просто ввожу кончиком носика по бумаге и на уровне ощущений я понимаю где уже будет мне комфортно повернуть а где мне будет некомфортно для того чтобы рисунок мой был аккуратным это минутка тишины просто наблюдается за процессом это минутка тишины просто наблюдается за процессом какие-то моменты вот таким образом мы рисуем завиточки поэтому из домашнего задания у вас сегодня будет потренироваться вот кстати из этих же завиточков создан вот этот вот рисунок и здесь вот добавлены капли в виде дополнительного декора то есть здесь завиточки которые соединяются определенным образом и в виде декора добавляются капли здесь вот этот же рисунок но сделан немного поменьше помельче домашним заданием на сегодня будет именно отработка точек разных размеров и отработка капель то есть все результаты вы выложите в комментариях к этому посту то есть фотографии ваших тренировочных работ эту карточку задания я сфотографирую и выложу вам прикрепленным к этому посту то есть для того чтобы вы опирались и помнили о том что то есть в качестве домашнего задания у вас будет отработка базовой точки потом расстояние между точками вам нужно будет потренироваться сделать порисовать точки от большой к маленькой или от маленькой к большой то есть научиться делать большую научиться делать маленькую попробуйте делать точки в два ряда вот и отработка капель завиточки можете поделать то есть на свое усмотрение потому что в нашей работе завиточков не присутствует но мало ли вдруг вы захотите вместо какого-то элемента добавить свои какие-то рисунки или придумаете какой-то свой орнамент поэтому пожалуйста тренируйтесь и буду рада видеть ваше задание и обязательно всем кто выложит нам обратную связь чтобы посмотреть на мой взгляд дам и